Сердечно поздравляем с праздником Воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. Это один из двунадесятых двенадцати праздников, особо прославляемый Святой Православной Церковью. Этот праздник напоминает нам о кресте, о том, что царица Елена, отправившись после того, когда в 305 году воцарился над Великим Константинополем, над всей Римской империей Константин, называемый Великий, сын ее, возымел желание обрести святыни христианской веры, потому что он сам имел знамение с неба, крест, которым побеждал своих врагов. И вот это удивительное явление побуждало в нем желание найти все святыни христианского мира. И он знал, что они сосредоточены в Иерусалиме. Снабдив большую экспедицию, которую возглавила его мама Елена, отправляясь во Святой Град, он очень просил, чтобы именно крест, на котором был распят Христос, был найден. И святая царица Елена положила очень много усилий, чтобы найти и обрести святой крест. И после чудесного обретения люди прославили воскресшего Господа, потому что сам животворящий крест явил чудо воскресения мертвого человека, которого проносили мимо. И приложив к нему крест, он ожил. И люди со всех концов Иерусалима и окрестностей собирались для того, чтобы поклониться честному животворящему кресту. И каждый, кто поклонялся, исцелялся, каждый, кто прикладывался, получал избавление от своих телесных и душевных недугов. И мы верим с вами в силу честного и животворящего креста Господня. Святой Александрийский патриарх Александр говорил, «Христос взял крест и понес то орудие страданий, которое было предназначено нам. Он наши болезни, наши недуги, наши грехи пригвоздил ко кресту за весь человеческий род». И сегодня, вспоминая Евангелие, которое прозвучало за Божественной Литургией, когда Пилат, осудивший Иисуса Христа на страшную крестную смерть, выйдя к народу израильскому, вопросил у них, «Царя ли вашего распну? Сецарь ваш!» И что произошло? Иудеи закричали, «Не имеем другого царя, только кесаря». Они провозгласили своим единственным царем, римского императора. Хотя народ израильский всегда имел царем Всевышнего Бога. И вот это страшное отречение от Бога, когда они избрали себе поклонение только земному царю, послужило страшной трагедией для всего израильского народа. И вот сегодня мы с вами вспоминаем и поклоняемся кресту. Церковь не случайно, собирая всех верующих, возглашает, «Кресту Твоему поклоняемся, владыка, и святое воскресение Твое славим, и преклоняем пред Товою свои колена. Помилуй нас, огради нас, Господи, силой чеснага и животворящего креста, и сохрани от всякого зла», повторяет часто православно верующий христианин. «Несите свой крест, и пусть эта сила креста поможет всем нам донести свой крестик до конца, до самого креста, пусть душа останется чиста». Этого хотелось бы всем вам пожелать, и пусть Бог миром и любовью оградит вас от всякого зла.